15 мая университетской клиники Казанского федерального университета пройдет научно-практическая онлайн-конференция, посвященная вопросам диагностики и лечения миомы тела матки. Миома – это доброкачественная опухоль матки, встречающаяся у 20% женщин репродуктивного возраста. Узнав о диагнозе, многие пациентки сильно пугаются, ведь одним из вариантов лечения является удаление матки, иначе возрастает риск онкологического заболевания. На самом деле, оперативное вмешательство необходимо далеко не всегда. Существуют и альтернативные методы лечения, которые будут обсуждаться на онлайн-конференции. К участию приглашены ведущие, специалисты, деятели науки и практикующие врачи не только из Татарстана, но и со всей России, среди которых акушеры-гинекологи, хирурги, специалисты ультразвуковой диагностики. А также приглашаются все, кому будет интересна эта тема. Я думаю, что присоединиться можно. Присоединиться можно будет до самого начала конференции. И действительно дать анонс, что мы ждем всех желающих, то есть это и студенты, и врачи-акушер-гинекологи, и доценты, и врачи смежных специальностей, в том числе и рентген-ангиохирурги. То есть эта конференция носит такой несколько мерцисциплинарный даже характер. Главной целью конференции является повышение профессионального уровня врачей в диагностике и лечении данного заболевания. На конференции будут обсуждаться современные подходы в лечении миомы тела матки. Онлайн-конференция пройдет в следующем формате. Участников ожидают интерактивные лекции, мультимедийные презентации, онлайн-трансляции из операционных и различные дискуссии. Специалисты будут, значит, ну, во-первых, московские приглашенные товарищи, да, из Москвы будут читать, потом будут читать наши профессора нашего университета, прежде всего, да, значит, затем будут читать специалисты, врачи, практикующие акушер-гинекологи федерального университета. По нашей специальности это будет первая онлайн-конференция в республике Татарстан. Присоединиться к онлайн-конференции может любой желающий. В скором времени станет известной платформой, на которой она пройдет. Диана Жленкова, Универньюс.